Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 10 сентября, Православная Церковь совершает память преподобного Моисея Мурина. Преподобный Моисей жил в IV веке в Египте. Он был эфиоп, лицом был чорен и поэтому назван Мурин. В молодости он был рабом знатного человека, но после того, как совершил убийство, господин прогнал его, и он пристал к шайке разбойников. За суровый нрав и большую физическую силу его выбрали главарем. Моисей вместе с шайкой совершил много злодеяний, убийств, грабежей, так что все боялись даже его имени. Несколько лет пробыл в такой греховной жизни разбойник Моисей. Но по великой милости Божией раскаялся, оставил шайку разбойников и ушел в одну из пустынных обителей. Здесь он долго плакал, прося принять его в число братья. Монахи не поверили его искреннему покаянию, но бывший разбойник до тех пор умолял не отгонять его, пока братья не приняла его. В монастыре преподобный Моисей находился в полном послушании у игумена и братья. Он проливал много слез, оплакивая свою греховную жизнь. Через некоторое время преподобный Моисей ушел в уединенную келью, где проводил в молитве и строжайшем посте суровую жизнь. Однажды на келью преподобного Моисея напали четыре разбойника из его бывшей шайки. Но он, не утративший огромной физической силы, связал их всех и, подняв на плечи, принес в монастырь, спрашивая у старцев, как поступить с пленниками. Старцы велели отпустить их. Разбойники, узнав, что попали к своему бывшему предводителю, а он их пощадил, последовали его примеру, покаялись и стали монахами. Когда остальные разбойники услышали о покаянии преподобного Моисея, то оставили разбой и стали усердными иноками. Преподобный Моисей нескоро освободился от страстей. Он часто приходил к игумену монастыря Авии Сидору, прося совета, как избавиться от блудной страсти. Опытный в духовной брани старец учил его никогда не присыщаться пищи, пребывать впроголодь, соблюдая строжайшее воздержание. Страсть не оставляла преподобного Моисея в сонных видениях. Тогда Авва и Сидор научил его всенышным бдением. Преподобный простаивал все ночи на молитве, не преклоняя колен, чтобы не заснуть. От длительной борьбы преподобный Моисей пришел в уныние, и когда у него возник помысл оставить пустынную келью, Авва и Сидор подкрепил дух ученика. Он показал ему в видении много демонов на Западе, готовящихся к борьбе, а на Востоке еще большее количество святых ангелов, также приготовлявшихся к битве. Авва и Сидор обнадежил преподобного Моисея, что сила ангелов превосходит силу бесов, а долгая борьба со страстями нужна ему, чтобы совершенно очиститься от прежних грехов. Преподобный Моисей предпринял новый подвиг. Обходя по ночам пустынные кельи, он приносил каждому брату воду из колодца. Особенно он старался для старцев, которые жили далеко от колодца и были не в силах принести себе воды. Однажды, наклонясь над колодцем, преподобный Моисей почувствовал сильный удар в спину и замертво упал у колодца, пролежав в таком положении до рассвета. Так бесы мстили преподобному за победу над ними. Утром братья принесла его в келью, и он пролежал целый год в расслаблении. Поправившись, преподобный с твердой решимостью исповедал игумену, что он будет продолжать подвязаться. Но Господь сам положил предел этой многолетней борьбе. Авва и Сидор благословил ученика и сказал ему, что блудная страсть уже оставила его. Старец велел ему причаститься, святых тайн и с миром идти в свою келью. С тех пор преподобный Моисей получил от Господа власть над бесами. Слава о его подвигах распространилась среди иноков и за пределами пустыни. Правитель страны захотел увидеть святого. Узнав об этом, преподобный Моисей решил скрыться от посетителей и ушел из своей кельи. По дороге он встретил слуг правителя, которые спросили его, как пройти к кельи пустынника Моисея. Преподобный ответил им, «Не стоит ходить к этому лживому, недостойному монаху». Слуги возвратились в монастырь, где их ждал правитель, и передали ему слова постречавшегося старца. Братья по описанию наружности старца единодушно признали в нем самого преподобного Моисея. Проведя много лет в иноческих подвигах, преподобный Моисей был рукоположен в Адиакона. Епископ облег его в белую одежду и сказал, «Авва Моисей, ныне весь бел». Святой ответил, «Владыка, что делает чистым внешнее или внутреннее?» По смирению преподобный считал себя внутренне недостойным принять сан Диакона. Однажды епископ решил испытать его и велел клирикам гнать Диакона из алтаря, ругая его недостойным Мурином. С полным смирением преподобный принимал бесчестие. Испытав его, епископ посвятил преподобного в априсвитера. В этом сане преподобный Моисей подвязался 15 лет и собрал вокруг себя 75 учеников. Когда преподобному исполнилось 75 лет, он предупредил своих иноков, что вскоре на скит нападут разбойники и умертвят всех насельников. Святой благословил иноков уйти заблаговременно, чтобы избежать насильственной смерти. Ученики стали просить преподобного уйти вместе с ним. Но он ответил, «Я уже много лет ожидаю времени, когда на мне исполнится слово владыки моего, Господа Иисуса Христа, сказавшего, «Все, приимшие нож, ножом погибнут». Тогда с преподобным остались семь братьев, из которых один при приближении разбойников спрятался неподалеку. Разбойники убили преподобного Моисея и оставшихся с ним шесть иноков. Кончина их последовала около 400 года. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается обретение мощей преподобного Иева Почаевского. Празднуется собор преподобных отцов Киева-Печерских в дальних пещерах почивающих, а также память святых преподобного Савы Крыпецкого-Псковского, праведной Анны Пророчицы, дещери Фануилевой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском, великомученицы Шушаники, царицы Ранской, священомученика Алексея Будрина, преподобномучеников Казанских, Сергия Зайцева, Лаврентия Никитина, Серафима Кузьмина, Феодосия Александрова, Леонтия Корягина, Стефана Георгия Тимофеева, Илариона Правдина, Иоанна Сретенского и Сергия Галина, священомученика Александра Медведева Диакона, священомученика Николая Георгиевского пресвитера, священомученика Василия Сокольского пресвитера, всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!